Поддержку спецфонда президента получит 145 представителей талантливой молодежи. На это направлено более 49 тысяч рублей. Поощрениями отмечены победители международных и республиканских конкурсов, фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и других видов искусства. В Беларусь прибыл гуманитарный груз с вакцинами из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту более 9 тысяч доз китайского синофарма, который уже зарекомендовал себя в нашей стране. Он прост в транспортировке, а также не требует особых условий хранения. В ближайшие две недели препарат будет под наблюдением белорусских специалистов, а после его передадут в медучреждения страны. В Беларуси будет временный запрет на посещение лесов. Первый в списке – Бересинский район. Здесь, чтобы обезопасить людей, пошли на вынужденную меру. По данным специалистов, на очереди столичный регион. Ограничения снимут, как только позволит погода. Напомним, прогулки по закрытому лесу наказываются штрафом. Бобруйска-Громаш подписал соглашение о поставках и продвижении продукции на зарубежные рынки на Белагра-2021. Холдинг заключил контракт с индийской компанией, а с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, на поставку 275 единиц техники более чем на миллион евро. В Могилевской области стартует летний патруль. Акция проводится МЧС совместно с молодежными отрядами охраны правопорядка. В планах более 50 мероприятий. Так, 10 июня в 12.00 в Бобруйске вдоль Березины участники движения раздадут листовки в качестве профилактики гибели людей на воде.